Христос Воскресе! Мы продолжаем наши беседы ко дню славянской письменности. И сегодня с нами будет отец Савва Мажука. Я Роман Главанов, ведущий телеканала Спас. Жизнь нам подкидывает сама темы. И сегодняшняя будет история о раздражительности. Мы сейчас дождемся отца Савва, потому что тоже нужно время, чтобы отец Савва смог к нам подключиться. Тема у нас подкинута жизнью сегодняшним утром. Тема называется «Раздражительность». Отец Савва, как вы с этим справляетесь? Значит, раздражительность, да? Ой, как мы справляемся? Моя позиция такая. Я считаю, что нужно научиться правильно раздражаться. Потому что ты все равно живой человек, и ты все равно обижаешься, все равно переживаешь боль, страдания, и нужно это правильно сделать. Вот святые люди, они, конечно, как-то обходились без этого. Но, тем не менее, мы читаем, например, какие-то летописи, связанные с Оптиной пустыней, например. Вот сейчас соловьи поют. У вас там поют соловьи, нет? Да. Да, вот видите, соловьи поют повсюду. У нас поют синицы и зеленушки. Скворцы иногда тоже без памяти орут. Но синицы особенно очень красиво поют. Так вот, был такой красивый эпизод в истории Оптиной пустыни, когда в скиту подрались два старца. Один старец был большой поклонник кошек, вот как я, а второй обожал соловьев, певчих птиц, причем даже разводил их как-то. И случилось так, что такой конфликт интересов. Коты поели соловьев. То есть как-то не сразу, но постепенно как-то ели, ели их. Коты сами не поют, вернее, поют, но не очень приятно. Но вот старец соловьиной пошел выяснять отношения со старцем кошачьим. И закончилось все почти такой вот микродракой. То есть у них все благочестиво было, без синяков. Но, тем не менее, конфликт имел место быть. И на самом деле таких конфликтов было достаточно много в житиях святых. Вы можете их найти. Вплоть до того, что вот святой Николай Чудотворец, про которого говорят, что он даже дал пощечину арию. Хотя говорят, что это легенда историческая. Да, но легенда, но тем не менее, этот эпизод появляется где-то в XVI веке в житии святого Николая. То есть спустя 12 столетий после его кончины появляется такой эпизод. Но, тем не менее, даже то, что мы знаем как достоверные факты, говорит о том, что даже среди святых людей были огорчения. И одно такое самое классическое известное огорчение – это, конечно же, конфликт апостола Павла с его учениками, например, с Марком. Огорчения, которые произошли между апостолом Павлом и Петром. Огорчения, которые были между апостолом Павлом и общиной Коринфян. А может быть, проблема была в апостоле Павле, что слишком… Да нет, нет, я думаю, что всем было хорошо. Но даже если дело в апостоле Павле, то есть тоже мы можем предположить, что святость – это конфликтное состояние. То есть хочешь не конфликтовать – не становись святым. Нет, дело не в этом. В том, что все мы живые люди. И нужно разрешить себе вероятность того, что в твоей жизни будет конфликт, раздражительность и так далее. То есть это нормально. Это ведь проблема получить это разрешение связана не только с личными историями, например, между вами и вашей мамой, или супругой, или детьми, но еще внутри сообщества нашего церковного. Например, можно ли огорчить патриарха? Вот у него день ангела сегодня. Можно ли его огорчить? Да. Человека – да. А он может кого-то огорчить? Да. Вполне. Он может ошибки совершать? Конечно. Апостол Павел совершал ошибки. Значит, и наш патриарх, чем он хуже апостола Павла, он тоже имеет право на ошибки, на недоразумение, на огорчение. Он может какого-то человека сильно обидеть. Это нормально. Это нормально. И к этому нужно спокойно относиться. И когда мы читаем в новостях или в каких-то сообщениях, статьях о том, что кто-то обиделся на епископа, тут же начинается вселенский какой-то, знаете, пафос поднимается, почти пуританский. Мы говорим, как это так? Он не мог, это же священник, не мог священник обидеть человека. Но это второй вопрос. Я просто сейчас договорю в связи с этим. То есть у священника, у епископа, у старца есть право обидеться самому и обидеть другого человека. Живой человек, он все время кого-то обижает. Это нормально. Это совершенно нормально. И поэтому нужно относиться к этому без пуританского пафоса. Что же касается того, как правильно к этому относиться? Ну, исходите из того, что вы просто живой человек, у вас есть право на ошибку. И нужно вырабатывать определенный навык раздражительности. Понимаете? Вот дети, которые только становятся на путь мудрой взрослой жизни, имеют самые простые реакции. То есть его обидели, он стукнул в ответ. Или, например, сестра вдруг ворвалась в вашу комнату, когда вы, например, рисовали что-то. Вам 9 лет. Или вы изображали рыцаря. Сделали там из подушки себе шляпу, накинули покрывало на плечи, и что-то такое изображали. И тут она врывается и начинает над вами смеяться. Можно принять это как великую травму, трагедию. Потом всю жизнь говорить о том, что мой талант убила сестра. Но обычный ребенок, он, скорее всего, за ней погонится и будет ее дубасить. Наверное, ворвется к ней в комнату. Может быть, даже расскажет маме, что она на самом деле с Димкой с 10 класса встречается. И вот так дети осваивают эту науку правильного конфликта. Мы, взрослее, понимаем, что есть большой спектр того, как правильно раздражаться. Я вам расскажу просто, чтобы не сильно поглубляться в эту тему, которая требует вдумчивого, на самом деле, разговора и практического лабораторных работ, если хотите. Я вам расскажу простой образец того, как я боролся со своей раздражительностью и до сих пор борюсь. Мне очень помогает чувство юмора. Но оно у меня, скажем так, не совсем врожденное. Я очень обидчивый человек. У меня было... У вас не врожденное чувство юмора? Ну, наверное, оно у всех врожденное, но вообще-то я очень обидчивый. Это ужасно. Но я брал уроки у своего певчего. У меня в хоре пел бас несокрушимый. Паша его звали. Так вот, что бы ни случилось, он всегда хранил полную невозмутимость, потому что относился ко всему со здоровым пофигизмом и с чувством юмора. И вот он до сих пор не знает, что я брал у него уроки. Он был моим в каком-то смысле духовным руководителем в борьбе с раздражительностью и обидчивостью, потому что в жизни всякое случается. Так вот, он совершенно спокойно относился даже к своим каким-то проколам. Был такой эпизод, когда однажды он опоздал на службу, и одна наша солистка стала его распекать и говорит, «Ну, Паша, как же ты мог? Это же ведь ужасно, ты сорвал. Мы учили произведение, там все очень сложно, все волнуются. Вот отец Сава уже не разговаривает с тобой». Понимаете? Так, кстати, тоже одна из реакций. То есть не разговаривать, уйти в какое-то такое, знаете, гордое молчание, одиночество. Но на самом деле... А он смотрел на нее невинными глазками, хлопал ресницами и в конце концов сказал, «Надя, если ты меня не простишь, я упаду и умру». И у него было такое несчастное лицо. То есть он превратил это просто в комедию. То есть Надя, конечно, рассмеялась, стукнула его партитурой по голове. Да, но напряжение тут же было снято. Так вот, это настоящее искусство. Этому следует учиться. Это требует духовных упражнений. То есть нужно в какой-то момент, может быть, даже остановиться и почувствовать, как вы можете рассмешить, например. Потому что если речь идет о конфликте мужчин с женщиной, то я убежден в справедливости одной важной истины. «У мужчины есть обязанность, прямая обязанность смешить женщин». Понимаете? Это очень странно звучит, но именно мужчина есть источник юмора на белом свете. Хотя мы смотрим на женщин и думаем, да, ну таких клоунов, как наши сестры, мамы и подруги жизни, еще поискать надо. Но на самом деле замечать смешное и смешить — это обязанность мужчины. И если вы научитесь из конфликтной ситуации выходить с помощью юмора, это прекрасно. Вот есть такой эпизод в моем любимом сериале «Клан Сопрано» в первом сезоне. Очень грамотно выстроена сцена конфликта между женщинами и конфликта между мужчинами. Тони Сопрано приглашает своего друга Артура, который был владельцем ресторана, отличный повар, приглашает обслужить вечеринку у себя дома. А у него большой прием, пришло много почетных людей. И Артура вместе с женой накрывают столы, делают какие-то прекрасные блюда из итальянской кухни. И происходит, конечно же, конфликт, связанный с неравенством, потому что они вроде бы друзья, но семья Сопрано — это богатые люди. Артура — средний класс, даже ниже. И жена Артура обижается на жену Тони Сопрано, потому что она унижена, она оскорблена, потому что она здесь в качестве прислуги, и она мстит. Мстит ей по-женски. То есть не переставая улыбаться, она говорит ей гадости, колкости. То есть это такая очень некрасивая сцена, но это типично женские такие разборки. И параллельно происходит конфликт между мужчинами, между мужьями. Тони Сопрано с Артуром. И как он происходит? Режиссер очень талантливо выстроил сцену. То есть Артур раздражается, начинает кричать, и в конце концов бросает в Тони куском пиццы. Вообще непозволительная вещь. То есть он хозяин, он тебе платит деньги, а ты в него куском пиццы набросаешь. Тони в ответ бросает в него каким-то гамбургером. Артура посылает пас куском торта. Тот в ответ куском колбасы. И в конце концов они начинают ржать, друг друга бросаться какими-то подушками, тарелками, тузить друг друга. То есть у мужчин есть, что ли, в языке мужчин, больше возможности гасить конфликты, чем у женщин, на самом деле. Женщинам сложнее в этом смысле. Поэтому мужчина в конфликте с женщиной, он все-таки находится в лучшем положении, и он должен все-таки больше применить усилий и выкладываться больше, чем женщина. Потому что женщине сложнее из этого выйти. Она более чуткий человек, у них тоньше кожа, что ли. И еще раз я просто повторю, что самый большой ресурс выхода из конфликтов — это всегда юмор. Юмор и игра. Юмор и игра. Вот учитесь у лучших. Смотрите сериал «Клан Сопрано» и делайте духовные упражнения, развивайте в себе эти навыки к преобразованию конфликтов в игру или в юмор. Это очень интересно. Это момент самопознания. Да. Но такой момент. А вы сказали про духовные упражнения. А какими они могут быть? Духовные упражнения совершенно разные. У меня есть книга, она называется «Духовные упражнения», но она скорее посвящена не собственно духовному упражнению, которые касаются жизни Духа, то есть стяжания Духа Святого, как вот говорит это, определяет это преподобный Серафим Саровский. А мои, скажем так, штудии, они касаются подготовки к этим подлинным духовным упражнениям. Потому что я считаю, что человек, который не научился правильно смеяться, не научился правильно относиться к своему телу, не научился ладить с людьми, а это очень важное искусство, не научился правильно относиться к своему времени, к работе, к отдыху, он не способен просто по своей природе, по своему статусу, он не способен к подлинным духовным упражнениям. Именно этому, собственно, посвящена книга «Духовные упражнения», где я, во-первых, различаю две духовности, а во-вторых, показываю, как подготовить, что ли, почву для духовных упражнений. Потому что, когда мы говорим, например, о молитве, мы имеем в виду духовные упражнения, о покаянии, о чтении писания. Чтение вообще книг — это само по себе серьёзное духовное упражнение, размышление о своей жизни, последовательное, честное. Это тоже очень важно. Но для обычного человека, на самом деле, понимаете, к чему я пришёл в итоге своей пастырской практики? До обычного человека не доходят наши духовные упражнения, которые описываются старцами в монашеских книгах, просто потому, что нет почвы, не на чем вырастить молитву, не на чем вырастить внимание, смирение, простоту и прочие добродетели, потому что человек элементарно не умеет ладить со своей женой просто или, например, со своими детьми. Нужно начинать именно с этого. Научиться быть внимательным, вежливым, деликатным, терпеливым, участливым и научиться ладиться со своими близкими, со своими родными, прежде всего со родными. Вот апостол Павел говорит, например, даже в послании к Галатам или к Тимофею вы можете найти такие строчки, где он говорит о том, что если кто-то не печется о своих, о своих вере, например, как в послании к Галатам сказано, тот хуже неверного. То есть прежде всего свои люди для нас, то есть это и есть ближние, для нас это испытание. А у нас получается наоборот, то есть мы переживаем, например, за детей в Африке, они там бедные сидят, им тяжело, скучно, а у вас здесь рядом совершенно забытые дети или заброшенная жена, или мама, или отец, про которого вы забыли позвонить, спросить, как они, что, или муж, например. Я знаю немало православных христианок, которые всей мыслью своей где-то там в пустынях, может быть, переживают за Донбасс, за Крым, за Сирию, собирают какие-то копеечки, а собственный муж второй неделю носит одну и ту же сорочку и ходит некормленный, заброшенный, совершенно забитый, с порванным рукавом. Она просто даже не замечает этого, не видит, мысли где-то далеко. Вот это конфликт, который у нас в обычном литературе русской называется «Любовь к дальнему». Вот у Достоевского, братьев Кармазовых, есть такая сцена у старца, где говорится, почему вот мы к дальнему, к тому, кто очень далеко, мы готовы последнюю рубашку отдать, мы его очень любим, а тот, кто ближе, он почему-то принимает на себя всю нашу агрессию, злость. Вот у Тефи есть потрясающий по философской глубине рассказ «Свои чужие». Собственно, это не рассказ, это, скорее всего, медитация такая, где она говорит о том, что даже в речи мы проговариваемся. Она приводит фразу, подслушанную в трамвае, когда женщина говорит, представляете, муж меня так любит, вот такой внимательный ко мне, словно я ему чужая. Да, понимаете? А ведь должно быть всё наоборот. То есть мы должны своих больше переживать, своих, тех, кто нам наиболее близок, их купать в нежности, в заботе, во внимании. И это очень непросто. Нужно просто, знаете, переформировать. Почему так? А это из-за распущенности. Всё из-за распущенности. Все наши беды. Ведь это вопрос культуры. Культура, сам термин латинский, он взят из из-за агрономических упражнений. То есть культивировать, оккультуривать растения, делать, например, есть яблоня-дичка, есть яблоня, за которой ухаживали, прививали, спиливали там эти волчки с неё вовремя. И культура — это как раз и есть усилие по воспитанию чувств, воспитанию зрения, воспитанию манер. И в православии есть такой задел антикультурного действия. То есть я с этим сталкивался, когда только начал в церковь ходить. Например, считалось, что грубость есть признак успеха в духовном преуспеянии. То есть нужно быть грубым, таким суровым. И лучше всего обращаться ко всем на «ты». Вот мне один гражданин говорил, что я же к Богу обращаюсь на «ты» в молитве. Почему я к тебе должен на «вы» обращаться? «Слышь, ты!» «Лось!» И просят другие слова, которые мы слышим. И кажется, что вот это вот и есть. Да, вот какой человек смиренный, как он, знаете, смиряет. Один архимандрит мне как-то сказал, с которым у меня был длительный конфликт в монастыре. Он мне сказал, что «Я понимаю, что я неправ, но я перед тобой не смирюсь, потому что тебе не полезно». А ведь так говорят часто православные мужья своим женам. То есть я почему груб, я почему тебе денег не даю, почему я над тобой издеваюсь? Ну, потому что тебе же нужно смиряться. А вдруг ты погибнешь духовно в прелести. Например, я буду к тебе вежлив, заботлив, и ты расслабишься, и духовно погибнешь. Потом Бог с меня спросит. Поэтому вот получай пощечину. Да, и надо смирять. Это дикость на самом деле. Дикость и распущенность. Так вот, настоящая духовность, я считаю, она может вырасти только на почве оккультуренной. Поэтому христианин, он не должен идти путем антикультурным. Наоборот, воспитывать себя. И прежде всего себя, а не начинать с ближних. Например, у нас очень люди тоже любят. А чё это ты не смиряешься? А чё это ты... Ты чё со мной не поздоровался? Я тут стою, значит, жду, а ты не здороваешься. Вы почему мне дверь не открыли? Кстати, отец Сова, а я понял, уловил этот момент. Ведь часто так почему делают? Говорят, будешь вести себя хорошо, сябут тебя на шею. Распустишь, если не будешь груб. Но ведь это же... Ведь, если честно, иногда эта формула работает. Да, на самом деле, да. Люди могут сесть на шею. Да. Но это вторая часть задания, понимаете? Это вторая часть, о которой я пишу в своей книге «Духовные упражнения». Она называется «Этика меньшего зла». Поэтому и нужно научиться. Научиться ставить людей на место. Делать это правильно, красиво. Помогать им не ронять достоинства. Как говорят умные стратеги, никогда не загоняйте врага в угол. Дайте ему возможность красиво уйти, сохранив лицо. Это тоже очень важно. Это тоже настоящее искусство. Как человека поставить на место, но не оскорбить его. Как правильно уволить сотрудника, например. Как правильно отказать. А ведь проще сделать из себя жертву такую, что вот меня же просят, я вот и тяну лямку. Но мы, понимаете, формула взрослой жизни состоит в том, что мы выбираем не между добром и злом, как нам в детстве говорят, а мы выбираем между большим злом и меньшим злом. Большее зло или меньшее. То есть, мы находимся в такой ситуации, когда, например, человеку нужно правильно отказать. Если вы ему не откажете, то этот конфликт, эти порочные отношения, они будут длиться очень долго. Иногда... Заучите нам доказывать людям. А вы читайте мою книгу «Духовные упражнения». Кстати, у кого в доме есть эта книга, уже есть научные подтверждения, что люди, владеющие этой книгой, они редко болеют ковидом. И у них высокая урожайность помидоров на даче. Если у вас есть дома эта книга, да, дети меньше болеют. А вообще, вы можете банки с водой поставить перед экраном и заряжать их прямо здесь? Нет, дело в том, что я специализируюсь только на Кока-Коле, и поэтому, если вы поставите банки с Кока-Колой, они зарядятся. На простую воду не работают. Попрошу. Да. То есть, на самом деле, это очень важный навык научить правильно отказывать. И в своей книге «Духовные упражнения» я описываю, как правильно это делать и какие можно предпринимать усилия. Там я описываю поход в магазин, как полезно ходить в магазин и что там нужно делать. Но я сейчас не буду всего рассказывать, просто прочтите историю о покупке кроссовок. Я там подробно рассказываю, как это все происходило. И многие-многие другие вещи. То есть, об этом, может быть, мы когда-нибудь отдельно поговорим, потому что эта тема такая глубокая, на самом деле. У нас с этим все очень плохо. Очень плохо. Потому что есть, знаете, даже в жалости и в милосердии есть распущенность. Я почему говорю, что все от распущенности? То есть, мы не умеем правильно жалеть. Давайте мы людей отошлем к вашей книге, чтобы они пошли, взяли ее, почитали. А вот вернемся к раздражительности. А вот она копится. Вот ее прям, как в этом, знаете, в бачке она прям уже с горочкой такая у нас накопилась. А куда ее девать? Как ее разряжаться? Ведь человек хочет на кого-нибудь наорать, сорваться. А вы поспите. Все пройдет. Понимаете, секрет в том, чтобы не копить раздражительность, не копить обиды никогда. Это порочный путь. Понимаете, почему я говорю, что нужно выбирать из двух зол. Вот, например, самая известная история для православных семей. Женщина годами терпит издевательство мужа-тирана. Она православная, он православный. Но он православный на свой манер. То есть, как-то умудряются некоторые православные товарищи, сочетатель страсти к запоям и любовь к церкви. То есть, он неделю пьет, потом неделю кается, ходит на работу, потом потихонечку опять раздражается, накапливает поводы для того, чтобы снова напиться. И по ходу дела воспитывает жену, на самом деле издевается над ней, издевается над детьми. В доме жуткая атмосфера. Но старцы все говорят, что ни в коем случае не расходись, терпи. Это твой крест. Так вот, на самом деле, дело не в канонах, не в том, что они венчались и давали там какие-то обеты. Дело не в старцах. Это вообще не дело священников, духовников влазить в эту историю. Это только женщине решать. Из двух зол нужно выбрать меньше. Я еще подчеркиваю, что любое решение будет злым. Любое решение будет грехом. Любое решение будет связано с болью. Она останется, значит, она будет терпеть боль, будет продолжаться деградация ее супруга, деградация ее собственной, потому что жены алкоголиков, они обычно сами деградируют. И это обязательно отпечатается на детях. Дети тоже будут страдать очень сильно. Если она уйдет от него, она тоже будет сильно страдать. Это тоже будет больно, потому что иногда женщине приходится уходить почти в чистое поле. Там квартира оформлена на него. Детям будет тяжело, потому что детям все-таки нужен папка хоть какой-нибудь. Но если женщина вдруг интуитивно понимает, что это меньшее зло, то есть уйти от мужа-тирана есть меньшее зло, и она предпринимает этот уход, это ее выбор. И никто не вправе судить, никто не вправе говорить о том, что ну как же, вы же венчанные, ну что же ты делаешь, это вот отразится как-то на карме. Это совсем другая история. И на самом деле не надо копить, не надо ждать, пока ситуация разрулится. Тут же вот как апостол Павел говорит, солнце да не зайдет в гневе вашем. Иногда люди превращаются в тиранов именно потому, что им постоянно спускают все. Им никто не дает отпор, их никто не ставит на место, не показывают зубы, не сопротивляются. А надо сопротивляться. Сопротивляться правильно, красиво, опять же, то есть вы можете просто мужа заказать кому-нибудь, там потратить последние сбережения на киллера, но это неправильно. А можно его сразу поставить на место. Или, например, женщины у нас, понимаете, есть в русской культуре, к сожалению, такой стереотип, что я его спасу. Вот женщины многие говорят, да, я вижу, что он алкоголик, но я вот выйду все-таки за него замуж, я его спасу. Так вот, 99% этих экспериментов заканчиваются ничем, но просто никто не делает никаких выводов. Да, вы губите свою жизнь, потом заканчивается все равно разводом, а зачем было сразу бросаться на эту амбразуру, когда вы не в состоянии спасти. Ну, зачем? Отец, пишет наша зрительница, я ушла от алкоголика и игромана, и не жалею, хотя сейчас очень непросто с детьми. Это выбор женщины, да. Понимаете, здесь вот очень важный момент я хочу проговорить. Считается, что священник должен одобрить, дать благословение. Священник — это последний судья. Так вот, вовсе нет то, что касается семьи, детей, взаимоотношений супругов. Это тайна семьи. Вот, знаете, есть такое выражение «суброза». Я об этом даже, кажется, писал или собирался писать, уже даже сам не помню. Так много всего происходит в жизни. На исповедальнях в средние века в Западной Европе изображалась роза. Такая же роза изображалась над супружеским ложем. Знаете, такие были раньше кровати для супругов с пологами, то есть такая крыша была над ними. Так вот, над крышей тоже изображалась роза. Это знак молчания. Роза — знак молчания в средневековой иконографии, что ли. Это символ того, что то, что происходит между супругами, больше никого не касается. У нас же происходит наоборот. То есть, почему-то некоторые священники, а иногда и просто сами женщины или мужчины считают, что нужно всё батюшке рассказать, как мы живём с супругом, какие у нас отношения, до самых интимных подробностей. Так вот, это безобразие полное, это тоже распущенность. Я считаю, что это полная распущенность. Ни священник не должен эти вопросы задавать, ни супруги не должны вообще никого посвящать в эти вещи. Это то, что происходит между ними. И если женщина приняла решение уйти от супруга, может быть, она с кем-то даже посоветуется, но, понимаете, ни один священник не имеет права давать оценку или, например, её проклинать или благословлять. Это то, что происходит между супругами. Здесь ни один, даже самый святой человек не имеет права вторгаться в это пространство. Это пространство личное и интимное. Простите, а стоит потом задача восстановить эту семью, которая распалась? Это их вопросы. Это их вопросы. Опять же, из двух зол выбирают меньшее. Я знаю случаи, когда люди сходятся. Это бывает очень редко, но такое случается. Но это то, что происходит между ними. Никто не имеет права сюда вторгаться. Большую ошибку совершают родители, например. Мне недавно приходила женщина, она говорила, вот моя дочка заслуживает большего, я их разведу. То есть ей кажется, что супруг, которого выбрала ее дочь, он из низших социальных слоев, он там сын сантехника, поэтому он не может в их семье быть, и она поставила себе задачу развести. И я знаю много случаев, когда действительно разводят, хотя супруги друг друга любят. Так вот это страшный грех. А почему у них получается, вот у тех родителей, которые поставили такую задачу? А получается разводить супругов именно потому, что супруги не берегут свое внутреннее пространство. То есть если родители вторгаются в вашу семью, вы должны просто бить их по рукам. Раз и навсегда, сразу. Не просто там, ну, может быть, мама одумается, ну, может быть, она в другой раз поймет. Она не поймет. Нужно сразу ставить на место и маму, и папу, и тетю. Никто не имеет права вторгаться в ваше внутреннее пространство. Потому что это особенно, вот возвращаясь к сериалу «Клан Сопрона», который является, как мне кажется, наряду с мультфильмом «Симпсоны» самой лучшей пропагандой семейной ценности, которую я встречал вообще в современном. «Симпсоны» — это самая лучшая пропаганда семейных ценностей, христианских семейных ценностей, которые вот я встречал. Это самая успешная пропаганда. Почему? Подождите, уже все просто сейчас отпало, потому что теперь самый главный вопрос, а почему? Потому что я всех слышу, это антисемейный сериал. Нет, 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 «Симпсоны» наоборот. Понимаете, или он очень грамотно выстроен, или сами создатели не поняли, что они делают на самом деле. Потому что современного человека, искушенного в видеоряде, в рекламе, в пропаганде, его очень сложно чем-нибудь задеть. Вот «Симпсоны» совершают парадоксальную вещь, то есть они идут от противного. Знаете, как «Вредные советы» Остера, есть такая книжка. Да, то есть нельзя сейчас напрямую говорить, почему наша миссия, наша пропаганда семейных ценностей православная, она провальна, глубоко провальна, потому что это все елейно, это все ненатурально, это не трогает современного человека. Мы ему говорим в лоб. Вот смотрите на Петра и Февронию, вот у нас какие-то лебеди полетели, тут какая-то музыка душевная. Нет, ведь современный человек живет не так. А вот «Симпсоны» показывают реальную картину с реальными конфликтами и делают это очень смешно, но в итоге всегда Гомерчик остается с Марш вместе, дети остаются вместе с ними, в итоге всегда побеждает семья. В любой серии, что бы там с ними ни приключалось, Гомерчик теряет работу или набирает вес, или Марш вдруг вспомнил о том, что у нее карьера могла удастся, она загубила свою жизнь, все равно все заканчивается возвращением в семью, то есть семья прежде всего, и это прекрасно. Так вот, в сериале «Клан Сопрано» похожий, похожий по тексту, потому что… Моя любимая оттуда даже фраза, эпизод, это когда Гомер наконец-то встречает свою маму, которая была хиппи, убежала, она боролась со всем, и она узнает, что ее сын работает на атомной станции. Да, как же ты мог, я тебя воспитываю. Он говорит, мама, я устроился на атомную станцию, чтобы разрушить ее изнутри. Да, там много прекрасных слов, много сюжетов, которые просто наизусть можно выучить. Но мама потом опять все-таки сбегает, помните, заканчивается это. Она там периодически появляется, правда, но это очень интересный персонаж. Так вот, в «Клане Сопрано» тоже этот сериал совсем не про мафию, он не про какие-то политические, общественные вещи, он о вечных вещах, он в взаимоотношении. Вот первый сезон полностью посвящен преодолению эмоциональной зависимости взрослого дяди Тони Сопрано от своей мамы. Второй сериал, второй сезон, по-моему, но я его еще только начал смотреть, он посвящен взаимоотношению с детьми и дружбе, например, испытания дружбы и так далее. Много вещей вечных, а все, что связано с бандитизмом и так далее, это ведет фоном, и это нужно правильно смотреть. Так вот, в жизни Тони Сопрано постоянно вторгается мама, он ее вовремя не поставил на место, и мама вторгается не потому, что она плохая, не потому, что она ведьма, а потому, что так устроена мама. Где можно, она везде просачивается, понимаете? Она должна руки подставить, чтобы ребенком было все хорошо. но она хорошо понимает по-своему, и она его так никогда не отпускает. И вот происходит там серия трагических приключений, чтобы эту эмоциональную связь порвать, чтобы все-таки защитить свою жизнь от собственной матери. И иногда приходится делать это, иногда приходится, потому что мужчинам особенно сложно, я периодически вижу, как, например, у моего друга шантажирует мамой, говорит, значит, ты ее, то есть жену свою, любишь больше меня, значит, мама для себя никто, а жена наоборот, ему говорит, значит, ты маминкин сынок, значит, я для тебя никто, я тут лишний, я тут посторонний, конечно, я тут квартирантка, и мужчина между двух огней остается. То есть, и какой самый простой выход? Ну, взять ящик водки с друзьями на рыбалку, например, чтобы их никого не видеть просто. А на самом деле просто нужно всех ставить на место, но делать это грамотно, вы попробуйте, и попробуйте, и не сажут. Просто на самом деле подчиняются мужчины в современном обществе полностью зависят от женщин, потому что это очень удобно, потому что очень хочется так. Они взяли на себя решение вопросов, они понимаете, о чем-то беспокоятся, заботятся. Это дает возможность мужчине оставаться мальчиком беззаботным, который что-то сделал и от него отвязались. Я же вот вам купил, вы же попросили там баранину на шашлыке, я же привез. Да. Вы просили ремонт сделать, я же сделал. Вы деньги хотели, вот я же вам принес деньги, вот пожалуйста. Только на самом деле эта стратегия не работает, она недолгосрочная. Это ни к чему не приводит. Мужчина должен оставаться мужчиной. Как ставить на место, как свои границы беречь в целом? Это ваше творчество, на самом деле. Да, тут нету каких-то формул. То есть вы можете подсматривать за другими людьми, и это самое эффективное средство, потому что я, например, постоянно подсматриваю, как другие люди выходят из тех или иных ситуаций. Например, я очень люблю читать мемуары, дневники. Это просто бесценный кладезь. Или просто смотрите сериал, если вы не очень большой любитель чтения, потому что там разыгрываются, проигрываются житейские ситуации с возможными исходами, вариантами. И вы их тоже можете использовать для себя. Но формул нету. И нужно раз и навсегда понять, что ваша борьба с родителями, с детьми, с супругами — это ваше творчество. Как вы это сделаете, из чего вы будете исходить, это известно только вам, потому что у каждого человека уникальная ситуация. Понимаете? Вы имеете дело с живым человеком. Вот ваша мама, с которой вы будете сражаться, — это живой человек. И вы ее прекрасно знаете. Вы знаете, если вы достаточно внимательны к ней, вы знаете ее сильные стороны, слабые. Знаете, на что обратить внимание, как она реагирует. То есть это большая внутренняя работа. Работа по самопознанию и работа по познанию других людей. В результате этой работы вы становитесь мудрым человеком. Мудрая женщина и мудрый мужчина — это самое ценное, что на самом деле есть на свете. Только делать это нужно, любя. Да, понимаете? Вот мы считаем, что любой отказ или любое, например, сопротивление вторжению в свою собственную жизнь есть элемент агрессии. На самом деле это не так. У нас вообще, знаете, как-то запятнано любое проявление мужественности или активности, какой бы то ни было. Вот у Пришвина есть интересные воспоминания о том, как он в детстве посетил кулачные бои. У них на Троице, вот сейчас скоро будет Троица, а на Руси был обычай на Троицу сразу после литургии устраивать кулачные бои. То есть выходят мужики из церкви. Вот Пришвин описывает, как это было. Хотя Пришвин замечает, что лучше всего дрались на Духов день почему-то. На Троицу как-то слабенько, так вяло все было. А вот, говорит, лучше всего надо было приходить к церкви на Духов день. То есть они выходили из церкви, такие нарядные, веселые, причащенные. И начиналась драка. Сначала бились мальчики. Вперед выпускали мальчиков маленьких. Они там друг друга, значит, дразнили. Потом была драка. А взрослые уже, знаете, ну как как у нас, ну я просто вырос, у нас назывался район Сельмаш. У нас такое было выражение по подписке там. То есть ты знаешь, чей это малой там? А сейчас его старший брат придет. То есть малые бились, потом подходили старшие братья, потом даже деды. И маленький Пришвин спрашивает у дедушки. Он говорит, а разве это не грех? Он говорит, ну какой же это грех? Это же полюбовно. Другой так тебе ударит, у него кулак, говорит, как копыта. Что аж приятно даже. Даже вот у человека сила какая была. То есть, понимаете, не на… Это активность, в которой у мужчины есть такая потребность побиться, попотузить друг друга. Это нормально. Но вот тогда они на Руси умели это правильно делать. То есть, Пришвин говорит, что весь город сходился. Там бабы приходили, женщины, старики древние какие-то выползали, чтобы посмотреть на молодецкую забаву. Потому что все это было очень красиво, гармонично. И Пришвин это описывает языком Гомера. То есть, он вспоминает, как у Гомера. Помните, там в Иляде есть такое… Нет, нет, нет. В Иляде есть прекрасное место описания спортивных состязаний после похорон Патрокола. Там Патрокол, когда погиб, в честь него устроили игры. И это такое потрясающее описание. Вот сейчас, когда читаете, конечно, мы читаем перевод Гнедича, такое чувство, что ты читаешь стенограмму спортивного комментатора. Как, кто кому заехал, там чем, кому разбил нос. И это с таким азартом написано, что ты понимаешь, что в этом есть своя правда. Понимаете? Люди умели это правильно делать. Они умели правильно драться. Они умели правильно отстаивать свои рубежи. И когда мы сейчас говорим о том, что вот нужно убрать любую агрессию, любое проявление силы есть плохо, ничего подобного. Мы тем самым просто объединяем свою жизнь. И на самом деле мужчин загоняют современная культура, которая все эти проявления силы, правильной агрессии шаржирует и маркирует как абсолютное зло. Загоняет мужчин просто в подполье. Вот вспомните хотя бы даже Паланика, замечательный роман, «Бойцовский клуб». Вот есть фильм прекрасный. А вам больше не пишите фильм понравилось? Мне очень нравится фильм. Мне тоже человек больше, чем книга. Именно фильм, потому что он, потому что Эдвард Нортон, потрясающий актер сам по себе, ему давались, ну, это очень глубокие актеры, я думаю, даже недооцененные. И Брэд Питт, так здорово это все сделали, и прекрасная, прекрасная постановка. Поэтому я, конечно, предпочитаю фильм, но я скажу, что не случайно появляется этот текст, не случайно появляется этот манифест, что ли, потому что, как ни странно, мужчины нуждаются в том, чтобы защищать это свое пространство, право на правильную, нормальную агрессию, право на то, чтобы быть мужчиной. И здесь нужно искать каких-то путей к тому, чтобы свои эти права отстаивать. В мире, который сейчас стал женским, обратите внимание, как агрессивно себя ведет феминизм в последнее время. Я за женщин, за их права, и у них жизнь очень непростая и тяжелая, но это не значит, что весь мир нужно превращать в женское, знаете, сообщество. Отец нам вообще скажет, доправдывайте, бьет, значит, любит. Нет, бить женщин нельзя. Ну а что ж, я же совсем, я совсем про другое говорю, я про другие вещи абсолютно говорю. Я просто тому, что выкрутят 100%, поэтому тут надо объяснить. А пусть выкручивают, и не надо ничего объяснять. Тот, кто, знаете, Зинаида Гиппиус такая была, мудрая женщина, она говорила, если надо объяснять, то не надо объяснять. Есть люди, которые в принципе не хотят понимать ничего, поэтому нечего на них и тратиться. Те, кто хочет услышать, они услышат, о чем я говорю. Отец Савв, спасибо вам большое. О, уже все, мы уже заканчиваем? давайте уже завершаем. Прекрасно, да. Внизу ссылочки на странички, переходите, подписывайтесь, тут спрашивали, как найти отца Савву, внизу будет ссылочка. Там теперь из бочитальни перекочевала и в инстаграм. Ну, мы пока взяли паузу, потому что сложные времена. Да. Но я думаю, что мы ее возобновим. Просто пока сейчас нужно немножко прийти в себя. Вот. Спасибо большое. Еще важно, отец Савва дал добро на публикацию интервью, мы их издадим в книге, а вот очень важно, почему это вы тоже сделаете доброе дело, если книгу потом сможете приобрести, потому что все, что мы соберем, отправим в детский дом имени Павлина Милостивого. О. В Москве у нас там детский дом, не так много православных детских домов, а существуют они за счет точно не государства. Это прекрасно. Вы большие молодцы. Спасибо большое. Вы молодец, потому что нам разрешили это сделать. Все. Христос воскресе. Воистину воскресе. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Продолжение следует...